Сначала комментарии к игре, а потом уже, если будут вопросы, вы найдете. Во-первых, поздравляю Октабой с победой. Естественно, эта команда классная, мы все знаем. Не случайно, что они сейчас лидеры чемпионата. Но мои футболисты, Аджаика, они сегодня дали бой, я доволен, как ребята старались, как ребята играли. Пропустили быстрый гол, но все равно они старались, они всю игру старались играть. И во втором тайме хотели переломить ход встречи. У нас был там момент хороший, можно было, я думаю, забивать. Была бы игра еще поинтереснее, но это футбол не получился. Ну и в конце игры мы туда еще выдвинули нашего центрального защитника Якуба, чтобы играть уже через него. И тут на ответном атаке, значит, они нас поймали и забили тоже, в принципе, нападающий забил хороший бой. Я думаю, закономерная победа. Ну и еще раз поздравляю Октабе с победой. Октабе Франсенгер Владимир, добрый вечер. Попрос, Артур, правда, что вы приехали на автобусе, добирались на автобусе. С этим вопросом по зарплате, что у вас, какая ситуация, разрешается или нет? Ну, нам обещали, до 30-го числа мы пока ждем. Ну, да, естественно, мы добирались на автобусе. Сергей Железня, газета Яврика. Павел Санкт-Петербург, вот сняли шесть очков как раз-таки из-за финансовых проблем Куба. Вот лично мое мнение, это неправильно, ребята старались, вы бы сейчас были на пятом месте, да. Вот ваше мнение по этому поводу. Наказывать надо очками или же каким-то другим спортом, руководством? Я с вами полностью согласен. Я тоже думаю, наказывать, мы тут не виноваты и футболисты не виноваты. Они своим потом, трудом заработали эти шесть очков. Но я, поскольку знаю, если до 30-го числа, значит, наши финансовые вопросы решаются, нам обещали, что эти шесть очков будут вернуть. Если не вернут, значит, нам будет очень сложно в чемпионате, потому что, ну, все-таки футболисты ни в чем не виноваты. Спасибо за вопрос. Спасибо. Андреич, краткий комментарий по традиции, потом уже вопросы. Ну, вы знаете, что с Акжейком игра сложнейшая, а очень организованная команда. Уже два года, три года уже не выиграем. В этом году первый раз выиграли, но опасались. Сложнейшая игра была у нас в Караганде. Ребята сыграли очень достойно и по движению, и по моментам. Много было болячек у наших игроков после той игры. Сейчас в данной игре вся оборона у нас побитая после Караганды, поэтому где-то это все не сказывалось на игре. Но где-то сложности у нас были, сами видели. К сожалению, не забили, как хотелось бы болельщикам больше. Ну, сыграли стройно, более-менее стройно в обороне. В атаке не хватало подвижности, мобильности. Забили гол удачно. Где-то могли пропустить, потом еще забили гол. Спасибо ребятам за стойкость. За то, что вот стойка играет, от игры к игре играет стойка. Прежде всего за самоотверженность их в каждой игре. Не расплывается, не плывут, играют. Чем тяжелее, тем стройнее. Ребята держат удар. Набирают очки. Спасибо большое. Первые 20 минут, в принципе, команда играла в один пол. До забитого мяча. Ну, там было и движение, в принципе, и применение играли. После забитого, как тебе, осталось все глубже и глубже садиться, и в том же время вообще силы. Совсем. Один вопрос. Это ваша была установка изначально? Или команда сама сыграла? Ну, я еще раз говорю, у нас с силой кончается. Ребята стойко работают. Стойко, принципиально стойко работают. И игра шла с уменьшением движений. Это естественно. Вы сегодня смотрели, наверное, два матча. Иртыш играл тоже. Сейчас идут наслоения. Все первый тайм играет, второй тайм простаивает. Идут игры подряд. Мы не успеваем восстанавливаться. Тем более, играем в одним составом. То, что у нас еще нету Хайрулина и Бикмаева, это сказывается на атакующих действиях. Поэтому мы играем от того, что у нас есть. А установку, установку играем, играем, насколько позволяет по игре. Мы выходим атаковать, атакуем, силы уменьшаются, на переходе в позиционную оборону с контратакующими действиями. Мы не можем облавы устраивать по 10 человек впереди, по 8 человек впереди и 2 сзади. Как это было в прошлом году, когда проиграли по 0-4 к ЖАИКу. Мы играем по результату, по счету. Первый тайм был очень активный, до гола, вы правильно говорите. Потом на уменьшение пошло. Потом все-таки вы решили освежить немножко. Оно сработало, забили еще один мяч. И еще могли забить. Соперник хороший. Нет плохих соперников. Они выиграли многие команды. Установка была выиграть. Понятно, я под подарок выиграть. Начальная активность должна быть всегда. Потом мы работаем по нашему состоянию, по счету, по состоянию, физическому состоянию, по тому, как работает соперник. Но в начале каждого матча мы играем на пределе атакующих возможностей. Мы не садимся ни в одну игру. Мы играем в атакующих угол. Потом в зависимости от соперников мы перестраиваем игру. Например, вчера Бавария то же самое сделала. 30 минут их колбасили в Баруси. Потом они реализовали все и все. Нормально. Поехали, почему страшно? Нет, это нормально, нормально. Я бы объясняю. Я тоже понимаю, что это здание веки Европы. Там, где, в принципе, количество забитых мячей, будем играть роль. То есть, когда в чемпионате мы выиграем, даже если мы все время будем отыгрывать один бой, это нормально. Да не нормально. Это мы должны лучше играть. Мы должны лучше играть. И Европу так или иначе придется стремиться к максимально возможному результату. Можно отыгрывать два педагога. Вот характер последних игр, по крайней мере, домашних, да? То есть, один он против форума властей, два ноль. Вот откуда вопрос. Все правильно, все правильно. Абсолютно правильно. Вы не забывайте, что у нас нету Хайрулина, который олицетворяет наши атакующие действия, и Батьмаев, который олицетворяет наши атакующие действия. И плюс битву в Караганде, где мы играли очень достойно и должны были выигрывать крупнее, честно говоря, от нам. А следующий матч с РТШО будет еще сложнее. Будет еще сложнее. Николай Сыров, газета Детбор, Владимир Андреевич. Сегодня по ходу второго тайма играли два части нападающих. Как вы отрести их взаимодействие? У кого вы видите? У нас? Генрих и Вегин. Ну, они не чистые нападающие. Мы в любом случае, если бы, конечно, результат был бы отрицательным, мы могли и четыре нападающих. Но счет был положительный. Мы просто Генрих чуть ниже опустили. Генрих Агридин там нагнетал. Они как номинальные, они, может, нападающие, но роли они играли другие. Ну да, два нападающих. Да, да, да. Версаги. Свежие вышли. Уже все-таки внесли в свою лепту. И Деденко тоже вышел, хотя мало играл. Тагаберген тоже свежесть внес. В плане того, что там где-то и в обороне отработал свое, и влетал туда пару раз. Поэтому, может быть, раньше надо было, но раньше тоже чревато, как они войдут, потому что соперник нагнетал же. Могли и пропустить там, честно говоря. Владимир Андреевич, он выходит номинальный левом полузащитник. Когда он начал играть. Лево нападающим. Лево нападающим, даже так, да? Его можно видеть... Даже не левым, а полу-левым. Полу-средним. Левым полусредним. То есть он плавающий, где хочет, он пусть и играет. А, то есть так? Ну, конечно. Какой он левый? Он из середины сваливался. В общем-то, цитативно касается такая формулировка. Нет, нет. Просто он организующий игрок, которому мы позволяем большие такие, те самые, то, что он считает. Потому что ему надо получать мяч, от него идет острота. Если он будет чисто слева стоять, он может мяч просто не дождаться. А так он маневрирует в середину, получает мяч. Ну, играет такого, можно сказать, полусреднего, полунападающего, с небольшими оборонительными обязанностями. Можно сказать, что он второй нападающий сегодня играл. Хотя он не нападающий. Это вынужденные меры. У нас других игроков уже нет. Нет, есть. Но он более квалифицированный игрок. Хорошо. И допустим, еще про Зеленуфина вопрос. Он, который не появляется, что-то с ним не так? Ну, у него сейчас контракт заканчивается. Вот сейчас вот заканчивается контракт. Так, у него, я говорю, качества у него неплохие. Индивидуальные качества неплохие. Но где-то цельности игры нет. Где-то оборонительные, где-то выключение. Ну, в общем, цельности игры нет. Сейчас будут решать, что как. Так, это здесь, в принципе, у нас на этой позиции где-то 4-5 человек есть. И Хайрулин, и Бикмаев, и Кинжисариев. И туда можно и других еще. Там много у нас там. Именно эта позиция. С учетом того, что с правой стороны у нас играет молодой. Их можно было, конечно, передвинуть. Но у нас защитника нет. Чем хороша Астана, почему у них более атакующий футбол? Это моя точка зрения. Более атакующий футбол. Потому что у них справа играет квалифицированный молодой игрок в обороне. И поэтому у них фланги. Два фланга работают там. И плюс еще меняют их очень квалифицированные игроки. Конесбаев и Каотиама. Потом выходит туда и Носербаев, и Ксерлыгаш. Там много у них замен. Они могут усиливать игру. У нас в этом отношении дефицит молодого игрока, это самое, ну, если бы у нас в обороне был, мы были бы уверены, что у нас в обороне играл бы молодой игрок. То у нас атака была бы другая, немножко получше. Тогда бы играли опытные игроки с двух флангах. И это было бы, смотрелось бы по-другому. Все-таки Мирошниченко, он более оборонительный игрок. Хотя спасибо ему, что он два гола забил. Хорошо, все, спасибо.